Минувший год для управления жилищно-коммунального хозяйства и населения области можно назвать экспериментальным. Во-первых, Брещина стала первым в стране регионом, который отказался от перекрестного субсидирования. Во-вторых, в прошедшем году брестские коммунальщики приняли опыт минских коллег в плане технического обслуживания. В Бресте появились универсальные работники – хаус-мастера. Возвращаясь к отказу от перекрестного субсидирования, напомним, что суть этого новшества состоит в снижении тарифов на коммунальные услуги для юридических лиц почти в два раза. И переходе на расчетно-плановые цены для населения. По итогам года предприятия области сэкономили на тепле, воде и канализации более 230 миллиардов рублей. В то время как утвержденные для потребителей расчетно-плановые цены с минимальной рентабельностью около 2% в течение года держали свою себестоимость. В результате выполнения энергосберегающих мероприятий в основном населению дали меньше тепловой энергии на 17 тысяч гигакалорий. Это сегодня регулирование, приборы учета и все прочее. То есть субсидии в объеме 83 миллиарда рублей, которые предназначались на разницу в тарифах по тепловой энергии, они остались в бюджетах. Мы их не выбрали. Значит, это тоже экономия бюджетных средств. И таким образом порядка 260 миллиардов рублей сегодня для бюджета принесла экономию и деятельность жилищно-коммунального хозяйства в Брестской области. Также в прошлом году в рамках государственной программы «Чистая вода» в Бресте стартовала масштабная реанимация городских очистных сооружений. В первый комплекс объекта вошли станции дозирования реагентов, вторичные отстойники и чудо литовско-технической мысли «Аэротэнк». Эти сооружения призваны обеспечить более качественную очистку стоков, поступающих со всего города. Комплексы с аналогичными задачами появились в Каменце, Высоком и Ляховичах. В целом, несмотря на то, что были выполнены все основные показатели, без недочетов в работе коммунальщиков не обошлось. В прошлом году мы, я считаю, что слабо поработали по текущему ремонту подъездов. Значит, всего где-то 150 подъездов было отремонтировано с участием граждан или за счет средств граждан. На этот год мы планируем не менее 15%, это практически в 10 раз больше. Уже 1500 подъездов должно быть отремонтировано. Вопрос, на который стоит обратить внимание, это работа с обращениями граждан. То есть, необходимо работать на упреждения, чтобы не допускать обращений высшестоящих органов, повторных обращений. То есть, необходимо для этого подбирать соответствующие кадры, в таком плане и работать. Перекладка порядка 100 километров тепловых сетей, строительство трех теплоисточников, проведение капитального ремонта на 240 тысячах квадратных метров жилого фонда. Это лишь часть задач, которые сегодня стоят перед областным правлением ЖКХ. В контексте экспериментов минувшего года по внедрению хаос-мастеров в этом планируется их увеличение в количестве трех-четырех групп вместо 13 человек. Минский опыт показывает положительный результат такой практики. Улучшилось качество коммунальных услуг. В то же время, это повлекло за собой оптимизацию структуры предприятий ЖКХ и стимулирование людей к более качественному выполнению своих обязанностей. Конечно, одной из главных задач по-прежнему остается обеспечение населения чистой питьевой водой. Нам надо построить 80 километров водопроводных сетей в городах и горпоселках. Мы первые в Республике Беларусь. Тогда 100% городского населения обеспечим чистой питьевой водой. На эти дела выделено из областного бюджета 8 миллиардов рублей. Как долевую часть, а вторая доля – это население. Будем строить очень много водопроводных сетей в агрогородках. Задача стоит поднять процент обеспеченности в агрогородках к концу года централизованным водоснабжением до 80%. Тоже больше 100 километров будет водопроводных сетей построено. С учетом сложившейся ситуации в финансовой сфере страны, сегодня областное управление ЖКХ во главу угла ставит экономику предприятия. Планово расчетные цены на новый 2015 год сформированы, утверждены тарифы и для юридических лиц. Более того, сегодня на коллегии руководителям отрасли были четко обозначены рычаги для предстоящей деятельности в том или ином направлении. И от того, насколько грамотно они будут исполнять поставленные задачи, зависит успех не только предприятия, но и каждой из хозяйственных сфер региона. Спасибо. Спасибо. Спасибо.